В новом пути боя есть из Белоруссии, ему 27 лет. Вадим Кусы! 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 или еще чем-то если я там у себя в мыслях прошу там у бога победы там прошу какой-то там без травм там что прошла там подготовка либо там выступление сложно тут дома драться сложно потому что все равно вот я тренирую здесь каждый день и вот когда у тебя день боя ты все равно сюда приходишься но вот ребята вот там ты могла видеть я зашел там все здороваться что спрашивают подкалывают прикалываются там еще что то ну и точно так же это происходит в день в день боя но не все люди вокруг тебя близки не все люди прошли этот путь и понимают насколько это сложно насколько лучше не трогать опять же ответственность выступать дома ты выходишь ты понимаешь что твоя публика твои родные это смотрят как я беру же то мама моя смотрела с братом там с родными там все пришли ну но очень сложно поэтому конечно когда выезжаешь куда-то за пределы там попроще самый сложный момент это сгонка веса когда тебе нужно хорошо интенсивно тяжело тренироваться но тебе нельзя хорошо и плотно кушать и нужно с каждым разом меньше 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 в последние там несколько дней и пить меньше 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 вплоть до того что день взвешивания вообще нельзя и где там в этих баллоневых костюмах саунах сидишь и бегаешь но это очень тяжело вот там вот в этот момент ты побеждаешь себя и второй момент это вот как я говорил уже день боя даже даже не день боя наверно вторая половина что ты утром просыпаешься обычно я так пойду по завтраку хорошо часик полежу мы идем делаем тренировку хорошего пропотеть продышаться потом душ отдых и вот в обед от сон всегда вот обеденный сон вот и с этого момента начинается такая сложность потому что ты ложишься вроде бы спать у тебя просто колоссальное количество мыслей в голове каждый вот боец должен научиться как-то отпустить эти мысли и уснуть ну чтобы отдохнуть когда ты вышел клетку закрыли поприветствовал своего соперника дали гонг ты уже не думаешь все у тебя просто вот как будто игрю этот вот ком рюкзак ко мне на тебе висит висит его носишь носишь с каждым днем подготовки тебе там о подкладывают камешек она все тяжелее 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 но вот только дали там гонг все ты раз этот рюкзак он все упал я понимаю что с помощью вот этого инструмента с помощью боя я смогу привлечь большое внимание зрителей большое внимание публике и показать вот эту проблему поэтому вот я решил да там на всеобщее обозрение это так сделать были люди которые осуждали меня горели что это ради пиара там еще прочее прочего но как бы как я им говорил мне проще было сохранить эти деньги сохранить свои силы и просто эти деньги в кинуть там не знаю как у нас сейчас соцсети бомбят в это и меня там продвинули я более был бы известен и прочим у меня через дорогу находился зал по вольной борьбе вот как играет там почти восемь лет занимался в этом зале и получается так что это вот первомайский район там вот лес он как чуть-чуть в лесу находится детский дом мы очень часто там вот когда летом кроссы бегали я видел этих детей ну как бы видел как они живут естественно я выбрал вот этот детский дом но это приют и так как но столько лет я рядом с ним тренировался столько лет я видел этих детей там своя кухня и в ней как бы разбираться мне как бы копаться сложно потому что даже просто кажется но вот есть люди вот я боец но я не зарабатываю много там денег я работаю еще помимо там своих боев на что не получается часто там выступать но есть люди которые более успешны более более там богаты более какие-то такие но у них есть больше возможности почему они этого не делают но опять же осуждать тоже каждый человек у нее свои мысли может мы не знаем об этом может у нее какие-то другие свои там увлечения какие-то желания как бы все равно это такой немножко эгоистический момент ну что ты в первую очередь ты как-то вот приносишь удовольствие спокойствие какое-то но наслаждение себе ну чем-то кто-то из групп плохим каким-то делом приносит себе эти эмоции кто-то хорошим под журналисты тоже увидели фотографию с ариной что мы здесь потом через год мы там встретились там и заехали там попить чай нас сфотографировали там я скину фотку через год тут вдруг фотографии сделали какие-то выводы что вот это я тут жених там и 5 10 до мы знакомы мы дружим мы общаемся жизнерадостная веселая никогда не расстраиваться не горчается и она вот немножко по сравнению даже со мной с утра на немножко проще ко всему относится и это очень хорошо потому что когда ты паришься думаешь загоняешься это всегда тебе тянет назад я не женат и не был никогда что касается мой инстаграма это как сделали вот так вот пролистали там чуть-чуть увидели фотки и такие а все он женат но если вы пролистаете ниже у меня есть точно такие же фотки и так уже с другой девушкой это был такой фарс такая игра там через пару дней скину следующую да я уже написал что это было для рекламы пока нет ищу ищу для меня как бы нужен человек который где-то надо и просто помолчать посидеть вот вместе и мне будет этого достаточно будет кафе просто там но супер где-то и пообщаться где-то погрустить где-то порадоваться где-то поприкалываться лучше лучше я никого не найду буду пока один буду пока подожду время чуть-чуть потерплю но чем потом вот как я смотрю у нас очень много там разводов и ссоры 5 10 потому что люди вот как-то вот нам нам навязали вот эту вот картинку что там девушки там 25 все ты уже должна быть замужем уже даже должны быть дети там парень там до 30 тоже должен но радует одному час в этом мире живем расширяются эти границы и люди понимают что нужно искать своего человека находить конечно этого хочу 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 семью хочу детей сложно быть замужем за бойцом но очень сложно это большой труд и это нужно понимать что изначально ты подписываешься ну как я говорю ты попал сто процентов ну что это очень тяжело мы говорили травмы сгонки веса соревнования удачи успехи какая-то там есть еще высокий уровень медийность и прочее но нужно понимать внимание будет большого к тебе это тяжело второму человеку